В эфире новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Все получилось. И да, конечно же, планируется проводить субботники, поддерживать все, что мы имеем. Комфортная городская среда. Подводим итоги реализации программы в нашем городе. Знаете, очень приятно, когда покупатели, особенно дети, обращают внимание на витрины. Винтаж снова в моде. Самая интересная идея украшения магазинов к новогодним праздникам. На елке, настоящие елки были, помимо игрушек, находились негерки с пожеланиями детей. Елки желаний для 150 детей новогодними волшебниками стали сами анапчане. В Анапе накануне отметил новоселье военно-учетный стол. Из полуподвального помещения он переехал в новый офис. Это произошло после обращения к главе города, который побывал на месте и лично проверил качество проведенных работ. В Анапе, признаются сотрудники, такого военно-учетного стола не было никогда. Сегодня он один из лучших в крае. У нас четыре большие комнаты, специалисты разместились, очень удобно здесь, и работать очень хорошо. Здесь есть оборудованный по всем правилам пожарный выход, санузел, все, чтобы комфортно было и специалистам, и посетителям. Еще два месяца назад в офисе были только голые стены. Муниципалитет не только передал помещение, но и сделал отличный ремонт. Тепло, уютно, им только надо навести порядок. Там свои коробки выбросить, елку поставить, к Новому году все навести. Шторы повесят. Удобный подъезд, есть куда припарковаться. С 26 декабря военно-учетный стол работает по адресу Анапа, улица Рождественская, 57, корпус 3. В городской администрации состоялось последнее в этом году заседание общественного совета. Его участники традиционно обсудили ряд значимых вопросов о развитии и перспективах города-курорта Анапа. Вначале участники выслушали отчет об итогах социально-экономического развития Анапа за 2018 год. При этом отмечено, что на курорте зафиксирован рост по основным базовым отраслям. За минувший год состояло 7 заседаний совета, на которых было рассмотрено свыше 30 вопросов. В центре внимания пенсионная реформа, меры противодействия незаконной миграции и нелегальным такси, строительство объектов в социальной сфере. Кроме этого участники совещания приняли план работы общественного совета на следующий год. В завершении заседания наиболее ярко проявивших себя в этом году общественных активистов наградили почетными грамотами и благодарностями. И к другим темам. Мы продолжаем рассказывать о результатах реализации программы формирования комфортной городской среды на курорте. В числе шести дворовых территорий, которые попали в проект, в этом году оказался и двор дома номер 2 по улице Чехова. Когда-то в этом дворе была и спортивная площадка, и лавочки. Но со временем они пришли в негодность. Зато появились гаражи. Причем хозяев пришлось долго искать. Оказалось, что разрешение на размещение бокса никто не давал. По решению межведомственной комиссии объект идет под снос. Муниципальные контроли сотрудники Римстроя помогли владельцу в демонтаже. Теперь же двор изменился до неузнаваемости. Дорогу сделали новую, тротуар новый сделали. Отмостки около дома сделали. Здесь сделали все дорожки. Видите, все за тротуарной плиткой выложено. Деревья посажены, пищни посажены, самшит. Учли практически все пожелания. В шестом подъезде живет женщина, которая передвигается на инвалидной коляске. Для нее сделали специальный пандус. На обновленный двор приходят посмотреть жители из соседних домов. Мне очень нравится, как сделали Чехова-2. У нас Чехова-4, очень там пять домов. Мы тоже хотели бы, чтобы у нас тоже так сделали. И такая возможность у них появится уже в следующем году. Программа формирования комфортной городской среды будет продолжена. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Еще один двор с похожей судьбой. Около дома номер 190. По улице Терской вместо спортивной детской площадки предприимчивые автолюбители поставили сразу шесть гаражей. Ни для детей, ни для жителей места во дворе не осталось. Все изменилось, когда усилиями председателя местного ТОСа двор все-таки попал в программу. О том, что было здесь раньше, сегодня уже ничего не напоминает. А еще этим летом этот двор буквально оккупировали гаражи. Здесь незаконно было размещено сразу восемь боксов. Администрация города быстро привела все в порядок. Самовольные строения распилили и вывезли. Во дворе начались масштабные благоустроительные работы. Люди, проходящие, все-таки взгляд бросают на территорию и улыбаются. И все это благодаря правительственному проекту формирования комфортной городской среды. Благодаря муниципалитету, что муниципалитет наш вступил в эту программу. Было много сложностей. Люди не верили. Не верили, что можно благоустроить свою территорию, сделать ее не только красивой, но и комфортной для проживания. А результат, вот, около каждого крыльца выложена плитка. Полисадники тоже обновлены, поставлены новые бордюры. Но работа была колоссальная, большая работа была проведена депутатом Дороховым Сергеем Михайловичем, потому что нужно было убедить народ, чтобы поверили в эту программу. Много было вопросов, много было проведено общих собраний на территории. Запущенная территория преобразилась на глазах. Теперь, говорят жители двора, нужно поддерживать здесь чистоту и порядок. Все получилось. И да, конечно же, планируется проводить субботники, поддерживать все, что мы имеем и не допускать случаев вандализма. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Винтажные куклы, шкатулки авторской работы и даже авоська с мандаринами. Такие необычные вещи могут стать украшением к Новому году. Идея дополнить витрины настоящим раритетом появилась у персонала магазина на улице Заводской. Этим музыкальным шкатулкам почти полувека. Несмотря на почтенный возраст, они продолжают работать. Винтажные сувениры приехали в Анапу из Германии и Англии. Почти все украшения – антиквариат. А этот светящийся городок – авторская работа. В каждый дом заходит лампочка от гирлянды, создавая волшебную атмосферу. В магазине любимые продукты витрины украшают уже 15 лет. Каждый сезон – новая идея и оформление. В этот раз – рождественские мотивы. Также магазин украшают на 8 марта и Пасху. Атмосфера праздника здесь царит круглый год. В украшении магазина принимал участие весь коллектив. Мнение каждого учитывалось. Ну, так и родились наши витрины. И, знаете, очень приятно, когда покупатели, особенно дети, обращают внимание на витрины. Некоторые украшения могут приобрести местные жители и туристы. Однако большую часть коллекции персонал бережно хранит. Регулярно они проводят выставки и рассказывают гостям историю винтажных игрушек. Руководство магазина надеется, что их примеру последуют и другие предприниматели, создавая атмосферу праздника на улицах города. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сегодня подвели итоги и раздали подарки, собранные в рамках акции «Елка желаний». Напомним, что в семейном гипермаркете и торговом центре «Красная площадь» были установлены елки с открытками в виде снегирей. На них дети писали свои пожелания Деду Морозу. Новогодними волшебниками стали сами анапчане. С помощью неравнодушных людей управление соцзащиты, Центра социального обслуживания населения и волонтеры подготовили сюрпризы для ребят. В семье Перезудских четверо детей. У каждого свои интересы и пожелания к Новому году. Сейчас глава семейства делает в доме ремонт. Бюджет на подарки сильно ограничен. Исполнить мечты юных анапчан помогли специалисты социальной защиты и волонтеры. Большое спасибо соцзащите и отделению помощи семьи и детям. Они за постоянную помощь и поддержку. Они все время нам помогают. Инициатором акции стал Кубанский фонд «Край добра». Традиционных идей поддерживают в муниципалитетах. В сборе средств и подарков огромную помощь оказали анапские волонтеры. Они рассказывали жителям курорта о проводимых акциях и собирали контактную информацию. Чтобы купить для детей новогодние подарки, Управление социальной защиты установило елки с открытками детей. На них юные анапчане написали пожелания Деду Морозу. Точки были распределены у нас, если на территории муниципалитета. Это торговый центр «Красная площадь», семейный гипермаркет, где на елке, настоящие елки были, помимо игрушек, находились снегирки с пожеланиями детей. Люди, обыкновенные люди, граждане нашего города, гости нашего города тоже необходимо отметить. Потому что очень много людей, они пытались даже сами отвезти подарки, отвозили сами подарки детям, которые приехали сюда на отдых, пусть даже и зимой, тоже оставались неравнодушны к этой акции. Помимо игрушек, семьи получат приглашение на новогоднюю елку в городском театре. До конца декабря подарки доставят почти 150 детям. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Остались считанные дни до любимого праздника всех россиян. По традиции, новогодний стол должен быть особенно щедрым на всевозможные угощения. Наша съемочная группа узнала, где можно приобрести самые изысканные продукты. Подробнее в сюжете. Сеть гастрономических магазинов «Фермерские деликатесы» уже успели оценить жители Москвы. А теперь и анапчане могут попробовать рыбу и морепродукты, доставленные самолетом с Камчатки, а также эксклюзивные мясные продукты и сыры. В преддверии Нового года мы подготовили прекрасный подарок. Открыли свой фермерский магазин натуральных правильных деликатесов. Вся продукция изготовлена без ароматизаторов и красителей, из качественного сырья. Вкусные и полезные. И даже самые требовательные гурманы оценят ассортимент угощений премиум-класса. Отдельным упоминанием стоит коллекция сыров. Несколько видов пармезан, выдержанного на роме, шампанском вине, премиальные сорта козьего и овечьего сыра, молочная продукция. Также новый магазин предлагает эксклюзивные мясные деликатесы. Бажале из оленины, хамон из кабана, бастурмана гранатия, шейк-амон блан, сыровяленное в вине, маринованное мясо страуса. Очень нежное мясо. Слышно, что ароматное. Она очень красивая, вкусная. Достаточно сытная. Изюминка ассортимента – рыба и морепродукты. Камчатские крабы, креветки, гребешки, мидии, икра чавычи, киты, кижучи и, конечно, рыба от повседневных до премиальных сортов. В честь открытия всех посетителей ждали сюрпризы. Сегодня в нашем магазине все покупатели смогут выиграть подарочные наборы в виде деликатесов, бытовую технику. В дальнейшем будут проводиться акции для пенсионеров. И для постоянных клиентов всегда в нашем магазине будут скидки и различные бонусы. Выбрать лучшее угощение к Новому году всех анапчан приглашают по адресу. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин